Я приехала в гости к Богдану в Бодвилл Хай Скул в Ванкувере и сейчас узнаю как у Богдана дела. Привет, Богдан. Во-первых, я тебя очень рада видеть. Ты буквально в сентябре начал обучение, то есть у тебя еще совсем свежие впечатления и от Украины и от твоего переезда сюда. Поделись, пожалуйста, первыми впечатлениями приезда в Канаду. Ну, в Канаде мне очень нравится. Когда я прилетел сюда, здесь очень доброжелательные люди, постоянно здороваются с тобой, спрашивают, как у тебя дела, волнуются от тебя, всегда улыбаются. То есть не как у нас в Украине, допустим, но у нас это немного странно будет, если человек, допустим, подойдет к тебе и спросит, как у тебя дела незнакомые какой-то. Мне здесь очень нравится. То есть ты не чувствуешь себя как-то одиноко здесь? Нет, я не чувствую. Здесь я намного могу открыться перед всеми. Здесь я намного дружелюбнее, я со всеми знакомлюсь. Я практически всю школу здесь знаю. Ну, половину школы я знаю, я со всеми общаюсь здесь. Здесь люди просто со всего мира. С Америки, с Англии иногда, даже с Флориды есть один мальчик, приехал сюда. С Испании, с Мексики, с Бразилии, с Португалии, с Китая, вообще, со всего мира. Отлично. Кто учится с тобой в классе? Со мной в классе учится именно национальность. А из когда, с каких стран? Ну, Китай, получается, есть, у нас просто классы меняются. У нас не одинаковые классы, то есть это специально сделано, чтобы, допустим, если у тебя в классе русские, русскоязычные люди есть, то чтобы ты с ними не сидел рядом, у тебя постоянно класс меняется, то есть у тебя постоянно новое окружение в классе, ты постоянно общаешься с новыми людьми, знакомишься там. То есть, допустим, у меня в классе бывает и русскоязычные попадаются, и плюс еще там испанцы, японцы, ну, отчасти бывает с Бразилии есть мальчик один, ну, то есть, бывает все, каждый человек вот с каждой новой нацией, то есть, получается, нет такого, что все с Китая, допустим, в одном классе, то есть, всегда везде разные нации, чтобы вы общались постоянно на английском. А самое главное для тебя отличие после украинской школы в Ботвелл Хай Скул? Самое большое. Ну, может, ну, здесь ты общаешься только на английском, то есть, даже когда ты общаешься на русском здесь, за это, так скажем, тебе могут дать detention, ну, то есть, ты не имеешь права общаться на русском языке во время урока, то есть, за это ты можешь очень хорошо отхватить за это, за то, что ты общаешься на русском языке здесь. А какое самое первое впечатление, что больше всего отличается в канадской школе от украинской школы? Я думаю, как учителя преподают. Здесь они больше подают, то есть, как бы, они объясняют каждому человеку, они не так дают просто информацию и все. Они, если кто-то не понимает, ты можешь подойти в любое время и, ну, как бы, спросить, что тебе непонятно, они тебе полностью все объяснят. То есть, ты имеешь в виду, что подход индивидуальный, и ты получаешь помощь, когда тебе это нужно? Постоянно, то есть, даже во время урока. Если ты что-то не понял, ты можешь спокойно подойти к учителю или попросить, чтобы он к тебе подошел, и просто узнать, что тебе не было понятно до этого. Она тебе полностью все объяснит. А сам подход к преподаванию? Больше теории, больше практики? Как проходят уроки? И практика, и теория. То есть, у нас бывают уроки, мы просто вот заходим в класс, нам учитель говорит, встаем, выходим, и мы идем просто на улицу, становимся в две линии и просто с друг друг к другом общаемся. Ну, то есть, он нам выдает вопросы, и мы должны задавать друг другу, и мы просто общаемся друг с другом. То есть, у каждого, ну, вот, по-разному преподают. То есть, кто-то, может быть, мы постоянно играем в игры, постоянно у нас какие-то, допустим, в компьютерные игры, то есть, мы заходим на сайт, и мы там, получается, как это сказать? Ты можешь на английском, если что, мы переведем. Хорошо. Есть такой сайт Kahoot. Да-да-да, опрос, да? Да, там опросы всякие, там получается вопрос, и ты должен отвечать на него. То есть, там как competition, вот, соревнования. Да-да. Соревнования у тебя, ты можешь соревноваться между, вот, весь класс сидит, они зашли, получается, и, допустим, вот по математике идут какие-то примеры или вопросы, ты должен на них отвечать, и кто быстрее ответит на 10 вопросов, то ты выиграл. Ну, то есть, всегда по-разному у нас. Какой тебе предмет больше всего нравится? Ну, на данный момент больше всего science. Science, да. Тебе и в Украине нравились? Нет, вот именно здесь, здесь science по-другому вообще. То есть, science у нас считается, как математика, chemistry, biology, то есть, ну, вот эти все. А вот сейчас, вот, допустим, у нас, мы разговариваем о проблемах, вот, допустим, climate change, как меняется природа, то есть, global warming, глобальное потепление, вот это вот все, мы это обсуждаем на science, мы проекты делаем, уже проект сдал, то есть, как бы, интересно, не просто, вот, ты должен что-то зазубрить, мы полностью общаемся, коммуницируем между друг другом. То есть, ты буквально, вот, в сентябре начал обучение, а у тебя уже есть какой-то, какой-то проект, который ты сдал, какие-то экзамены? Да, я уже сдал, конечно, я уже сдал, получается, два проекта, и сейчас работаю над еще одним проектом, да. Это самостоятельный индивидуальный проект? Или вы в группах какие-то проекты делаете? Ну, иногда бывает, проекты даются в группах, то есть, люди собираются в какую-то группу, либо они сами же выбирают рандомно группы, и ты, получается, попадаешь в какую-то группу из двух или трех человек, и вы делаете проект один. На данный момент у нас в группе три человека, но бывает, у нас дают проекты, которые ты должен лично сам сделать, то есть, и у меня есть уже таких два проекта, я скоро начну работу над ними. Окей, очень интересно. Ты когда, как ты поступал, ты проходил собеседование по Skype, тебя приняли на основании диматистата украинской школы, но ты попал на AP программу. Расскажи о ней, что это за программа, и чем она отличается от обычной программы? Поначалу я прошел собеседование. Мне сказали о том, что у меня очень хороший разговор на английский, очень чистый, я общаюсь на нем более-менее хорошо. После этого я приехал сюда и сдал экзамены. После экзаменов есть регулярный класс и есть AEP. AEP это класс, в котором, так скажем, люди, ну вот если немного ты там не добрал баллов, ты должен оставаться в этом классе и получается просто учить, ну, все то же самое, что и в регулярном классе, но ты еще, к тому же, у тебя просто намного больше английского. Предметы и английский. Да, английский, да. Ну, намного больше вот наклон идет на английский сам язык, то есть у меня, получается, два предмета именно самого английского языка, и потом уже все остальные только идут. То есть на одном предмете мы просто именно учим только английский, то есть ничего другое. То есть нам рассказывают про вот это вот все. Отличается оно толком ничем, просто вот у тебя больше домашнего задания, допустим, и ты больше сфокусирован на английском. Чтобы ты был более уверен. Да, но есть AEP первое, второе, третье и четвертое. Я попал на четвертое, а самое последнее. То есть это перед регуляром. То есть я немного не добрал баллов до регулярного класса, и те, кто попали в AEP 1-2, они, получается, есть первый терм, это с сентября по зимние каникулы. Это, получается, те люди, если, допустим, я в AEP 3 или AEP 4, я могу сдать свои экзамены, и на следующий терм зимы по лето я могу учиться в регулярном классе. А те, кто в первом AEP и в втором, они издают два терма. То есть целый год они просто учат язык. Но даже если они не успевают выучить за два терма, у них еще один терм. Но еще минус один, ну не знаю, как это минус, то первый и второй AEP летом, когда у нас каникулы, они остаются на один месяц еще учиться, из-за того, что они попали на AEP программу первую-вторую. В общем, вывод – учить английский в Украине. Да, лучше учить английский. Ты, получается, с очень хорошим уровнем уже сюда приехал, и это позволило тебе сэкономить время и родителям деньги. Да, так скажем, да. То есть, если бы я, допустим, ждал бы на AEP первое или второе, то считайте, что первый год – это, ну, никуда, просто, ну, правда, никуда. У нас есть один, я знаю одного мальчика, ну, он русскоязычный, он с Казахстана. Он сдал на AEP 2. И, как я понял, он в этом термине, если сдаст хорошо экзамен, переходит в AEP 3. И только после этого, если он в следующем термине сдаст хорошо экзамены, то перейдет только в регуляр или же в AEP 4. То есть, там колебания, смотря, насколько он сдаст свой экзамен. Условия проживания. Расскажи, где ты живешь? Я знаю, что ты живешь в резиденции. Да, в резиденции. Резиденция прямо на базе школы, то есть, никуда не нужно ехать. Но, расскажи про условия, как тебе живется? Условия прекрасные. Ну, то есть, полностью все комфортно, все, ну, вообще супер. То есть, я себя ощущаю как дома. То есть, я не вижу особо никакой разницы. То есть, я подружился со своими... Мы живем в комнате 4 человека. У нас кровати, получается, двухэтажные. Две двухэтажные кровати. Да, две двухэтажные кровати. И я подружился, я со всеми дружу. То есть, ну, я здесь намного больше открываюсь, чем в Украине. То есть, я могу спокойно здесь здороваться со всеми. Как у них дела спрашивают. То есть, в Украине этого не особо вы понимали. Ну, вот, проживание отлично. Но есть два вида. Есть либо boarding, то есть, ты здесь живешь в школе. И есть home stage, то есть, ты живешь в семье. Ну, некоторые... Но я не могу поехать в семью, так как нужно прожить сначала... Точнее, проучиться здесь один терм. После одного терма я могу только переехать в семью. Если я захочу, это по моему желанию. Но я думаю, я буду жить здесь. Потому что в home stay ты только приезжаешь утром в школу. И получается, вечером после школы, в 3.30, из-за того приезжает автобус, и тебя забирают обратно в home stay. То есть, ну, ты больше никого толком не видишь, кроме... Ты меньше проводишь времени с одноклассниками, с ребятами. То есть, ты вообще толком, наверное, можешь никого не знать здесь. То есть, так может людей, которые общаются на твоем языке, и все. Вот я знаю одного человека, который общается, ну, буквально с пятью людьми из пятисот. То есть, он потому что home stay, потому что, ну... Вот он не... Ну, у него нет времени после школы, потому что их сразу же забирают автобусы и разводят по домам. Из-за этого, как бы, я выбрал жить здесь. И я думаю, продолжу жить здесь, в самой школе. Ну, если ты за буквально один месяц завел уже столько друзей, я представляю себе, что будет в конце учебного года. Ну, да. Ждем твои фотографии с одноклассниками. Расскажи, как вы проводите свободное время? То есть, свободное время, когда учебы нет, то есть, там, вечером или субботу-воскресенье? Ну, вечером, после 3.30, в некоторые дни, в какой-то один день из всей недели у тебя будет клавк. Ты должен прийти на него обязательно. Именно должен, да? Должен. Если ты его пропускаешь, ты получаешь детеншин. Это как предупреждение, но как устное предупреждение. То есть, ты собираешь вроде 13 детеншина. Это такая желтая карточка в футболе. Да, типа того. И потом у тебя дается ворнин. Это уже предупреждение такое. Ну, у тебя 3 ворнинга, ты вылетаешь со школы. То есть, если ты, допустим, пропустил его детеншин, так же самое, если со школы. Пропустил один урок детеншин, два, три. Вот у нас... Ты можешь говорить на английском частично. У нас получается 5 уроков. И если ты пропускаешь 5 уроков, это 5 детеншин вкусных. То есть, каждый урок это детеншин. Но ты их не пропускаешь. Нет, конечно. Отлично. Тогда не будем об этом. Да, хорошо. То есть, как проводишь свободное время? Ну, после школы, после 3.30 я не особо имею много времени. Потому что, ну, я занимаюсь своими делами. После этого у нас ужин в 5.30. После 5.30 я просто сижу, жду, пока у нас стадий холл начнется. Стадий холл – это ты обязательно тоже должен приходить. Это ты, получается, учишь уроки целый час. С 7 по 8 часов. Ну, если я правильно понимаю, то ты не можешь это делать у себя в комнате. Ты должен прийти в... Нет, ты можешь это делать, но вот 100% ты должен приходить, якобы тут сидит учитель, и он помогает тебе, если что, да. В отведенное время вы приходите и под присмотром, скажем так, учителя делаете домашнее задание. Да, в тишине просто. Ну, а вообще ты можешь делать у себя это без проблем. Просто ты должен обязательно явиться, всего лишь один час. Те, кто не являются, остаются на следующий день на 2 часа, и плюс еще детеншин получают. Если ты еще раз пропустишь, то есть не придешь на эти 2 часа, то ты встречаешься с одним человеком, с мистер Нейсманом. Это, так скажем, один из самых главных здесь. То ты встречаешься с ним и сидишь, просто сидишь в аудитории, без ничего, вообще без телефона, без ничего, без книжки, без ничего. Просто смотришь на него целых 3 часа. Это очень суровое наказание, чтобы люди не пропускали. Я надеюсь, ты это с чужих слов рассказываешь. Да, с чужих слов. Я никогда не пропускаю. Окей, отлично. То есть вот так. А что насчет выходных? Выходных? Ну, выходных мы делаем, что хотим, кроме субботы. В субботу у нас клуб, 2 клуба. Это получается, ты выбираешь, чем ты хочешь заниматься. Тебе дают очень большую возможность. Какие тут есть клубы? Очень много. Допустим, ты можешь ходить в зал бесплатно. Ты можешь, есть волонтеринг. Ты ходишь, помогаешь людям, я не знаю, там, убираешь на улицах, делаешь, ну, что-то наподобие такого. Есть дебаты, где ты просто собираетесь вы в классе и начинаете какую-то дискуссию насчет чего-то. Есть, вот если люди хотят фотошоп, то есть редактировать всякие фотографии. Есть писать биты. Ну, то есть это музыку, музыку писать. Я записался на это и в зал записался. Ух ты. Просто я не записывался на особо что-то сложное, потому что и так очень много времени я уделяю в учебе. И как бы это так, субботы это так отдохнуть. Ну, клуб по интересам, это твои интересы, ты выбрал музыку и спорт. Да, и спорт. Ну, там очень много выбора, но выбор дается не для всех. То есть, если ты EP1 и EP2, ты должен выбирать только, так скажем, там все для EP2, да, с языком полностью все. То есть, ты постоянно общаешься. То есть, там все клубы состоят из того, что просто ты общаешься. Где-то у тебя дискуссии какие-то тоже. Чтобы ты поскорее вышел на тот уровень, который необходим для регулярной программы в школе. А успел ли ты уже попасть на какой-то выездной тур? Я знаю, что в школе есть какая-то экскурсионная программа периодически. Что-то было уже? Должно было быть на этих выходных, ну, которые были. Получается, мы должны были поехать на кемпинг, получается, в горы. Вместе со своим холлом весь. У нас есть холлы, разные холлы. Есть Legacy, Unity, Discovery, Courage и какой-то вроде шестой, если не ошибаюсь. Но Spirit и еще один, я точно не помню. Но, получается, они разделяются. Каждого закидывают рандомно в разные холлы перед тем, как ты приехал сюда. И ты живешь, получается, вот, допустим, ты живешь на каждом разном этаже. Третий этаж – это Legacy, четвертый – это Unity, пятый – это Courage. То есть, каждый этаж – это свой, так скажем, своего. И, получается, мы должны были всем Legacy. Это как Криппендорф и Слизерин? Ну, да, да, да. Получается, мы всем холлом должны были поехать на кемпинг, но у нас не получилось из-за погоды. То есть, нам сказали, новые ученики 100% едут. То есть, это, так скажем, чтобы мы были намного дружнее, познакомились друг с другом. То есть, знали все друг друга. Из-за этого мы должны были поехать. То есть, сказали, что это будет очень весело, мы будем зажигать костер. То есть, мы будем там общаться, сидеть, я не знаю. Ну, много чего. Перенесли куда-то, или, да, на прошлых выходных были сильные дожди. Да, из-за этого. Там что-то не получилось. Там же мы еще будем жить не просто в палатках, а там именно дом, большой дом, получается. И мы должны были там жить, а, как я понял, он был занят. То есть, из-за этого, по идее, мы должны либо на следующих выходных, либо на этих. Но на этих вроде ничего пока не говорили. Часто происходят какие-то пати, допустим, вот у других холлов уже были пати, пицца-пати. То есть, они собираются все вместе в 9.30 вечера. И, получается, просто им приносят очень много пиццы, мороженого. То есть, этого всего они собираются, просто кушают, общаются. То есть, вот, так скажем, все делают, чтобы объединить их всех, чтобы все с друг другом знакомились. То есть, ну, есть просто люди, которые замкнуты очень сильно и сидят просто в комнатах и даже не выходят. Из-за этого, как бы, мы часто просто приходим к ним в комнату, начинаем с ними знакомиться, и все уже нормально. Это твоя инициатива? Да, это моя инициатива, потому что я не люблю, когда человек просто сидит. Ну, то есть, я понимаю, что ему некомфортно, для него это первый раз. Он не знает, что делать, то есть, ему страшно. Как бы для меня тоже поначалу было страшно, но я привык, я освоился с этим всем. То есть, я начал просто ходить со всеми, знакомиться. То есть, меня многие знают. Ну, был один выезд, мы ездили в парк аттракционов, все вместе, полностью вся школа ездила. Ну, мне понравилось там. Это своего рода тимбилдинг или просто развлечение? Это просто развлечение было, так скажем, до школы. Это до школы было, да. Это, ну, вот, просто как активити, что-то наподобие активити. Есть активити, в которые ты должен записываться. И то есть, за один термин ты обязательно должен побывать в 2-3 активити. Это 100%. То есть, это не исключено. То есть, ты по-любому должен поучаствовать в этих активити. Допустим, вот, батутный парк ты должен поехать. Ну, это выбор. Допустим, я не знаю, пойти поиграть в баскетбол. То есть, это именно ты записываешься, и после этого у вас начинаются именно игры между, допустим, 5 на 5. Вот, вы играете, и это считается как за активити. Расскажи немного вот про сложности именно, с которыми ты столкнулся, ну, буквально вот первая неделя. То есть, с тобой приехала мама, побыла здесь пару дней и уехала. Вот первые 2-3 дня после этого какие? Сложности, да. Вот только когда я приехал, я не особо понимал, когда нужно идти на ужин и где это вообще происходит. Потому что школа очень большая. Когда возникают какие-то вопросы, к кому ты с ними? Ну, вообще у меня был, точнее, и есть мой рум-мейт. Он всегда со мной, он всегда мне помогает. То есть, ну... Он уже более эффективен. Да, он просто уже был до этого 2 недели. Потому что он очень долго привыкает к этому всему, к этому климату. Ну, ему очень сложно, так скажем, реабилитироваться вот именно под этот климат и вообще под Канаду. Разное время. У них, наверное, сейчас день, как и у нас. То есть, из-за этого ему очень сложно спать ночами иногда. Но сейчас уже все хорошо. То есть, ну вот, когда я приехал, мы были только вдвоем с ним в комнате. То есть, никого другого не было. Два человека еще не приехали. Я с ним познакомился, он рассказал вообще о школе. Я начал у него расспрашивать, где там кушать все дела. Мы первые... Конечно, он сказал мне, если ты хочешь пойти перекусить, ты можешь пойти. Я говорю, а где это? Я не понимаю. Он сказал, внизу можешь спросить. Он просто тогда был занят на тот момент. Но после этого я сказал, ладно, я не буду. Я просто тогда не особо был голоден. И после этого это уже было где-то под вечер. Я тогда просто с мамой встретился. Мама тогда уже уехала. После этого я вернулся в комнату. Это уже был вечер, и он мне сказал, что уже можно идти кушать. И он пошел со мной, и мы пошли покушали. И я... Ну, как бы... Это новый experience для меня, потому что я... То есть, тебе помогал твой... Да, друг, но я тоже после этого, когда уже более-менее освоился, я уже начал спрашивать у всех, что, где и как. То есть, ну, у главных, у адвайзеров наших, это люди, которые следят за нами. Чуть подробнее, кто такие адвайзеры? Это те, кто с вами живут в резиденции? Да, да. Их два человека. Один человек у нас повседневно. То есть, weekday, все рабочие дни, то есть, с понедельника по пятницу. И есть другой человек, который заменяет его по выходным, это второй адвайзер. То есть, любые вопросы бытового характера ты спрашиваешь? Да, вообще, что угодно ты можешь спросить у него, договориться с ним. Вот полностью все ты решаешь с ним. То есть, это человек, который поможет тебе во всем. Есть ли доступ у родителей к этому человеку, если какие-то вопросы надо задать? Или для этого есть отдельный персонал? Для этого есть канцлер, Алекс. Вот, мистер Алекс, всегда только к нему обращаются именно родители. То есть, мистер Алекс всегда, если вдруг у кого-то какие-то проблемы с учебой, или какие-то вообще проблемы, или что-то напортачили, или они что-то не так сделали, всегда Алекс отправляет на e-mail им о том, что, ну, вот такое случилось. Это, опять же, это не про тебя. Это не про меня, да. Это не про тебя. У меня пока все отлично. Отлично, окей. Давай, наверное, для потенциальных будущих студентов, которые думают про переезд в Канаду, про обучение в канадской школе, может быть, ты что-то порекомендуешь уже на собственном опыте? Что делать за год до этого опыта? За год вообще учить английский, просто учить английский и все. Даже тебе не понадобится, вот если ты поступаешь в какую-то безранниканадскую, британскую, куда угодно, в любую школу, тебе понадобится английский. То есть, даже не та самая математика. То есть, главное английский. Если ты хорошо знаешь английский, ты потянешь все остальное. То есть, главное знать английский и понимать вообще, о чем идет речь. Это самое главное. А так, я думаю, в принципе, просто вот учить. За год надо научиться хорошо общаться на английском и не бояться этого. То есть, многие люди боятся как бы ошибиться. Это нормально, это мы все люди как бы. Многие ошибаются. То есть, это нормально. Школа находится в Ванкувере. Ванкувер очень мультинациональный город. И Годвилл Хайскул тоже очень многонациональная школа. Ты уже прочувствовала это на себе? Да, конечно. Я уже привык к этому. То есть, я уже привык видеть каждый день, допустим, тех же самых, не знаю, китайцев. Всех, полностью вот-вот. Всех. Я уже привык, как бы, я не знаю. Чувствуешь ли ты какую-то разницу в менталитетах? Конечно, конечно. Все постоянно, то есть, допустим, вот те люди, которые в Нигерии есть люди, то есть, они постоянно здороваются с тобой. То есть, нет такого, как, не знаю, пройти просто мимо, не сказав тебе привет, если ты знаком с ним или что-то наподобие такого. Или если ты заходишь в класс, ты постоянно общаешься с учителем. Он постоянно спрашивает, как у тебя дела, все ли хорошо. То есть, они, ну, так скажем, беспокоятся. Для них это, если они не будут этого делать, то это полайт. Это, для них это, я не знаю, для нас это может нормально, вот пройти просто мимо, не сказав ничего. Для них это грубость. Грубость, да. А если вернуться к вопросу академической подготовки здесь. Программа в украинской школе. Ты закончил девятый класс в украинской школе и перешел сюда в десятый. Есть ли какие-то наложения? То есть, вот сейчас там математика, физика, какие-то предметы, в которых ты чувствуешь, что ты впереди по программе? Да, да. Есть. А по каким предметам? Математика. Математика, да. Но математика тут кардинально отличается, ну, вот, чем вот в Украине. Вам вот дали задание, вы его решаете. Вы дома должны это все, то есть, как бы, решать, все это делать. А здесь, то есть, если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь подойти, задать учителю, она тебе полностью все объяснит. Ну, и полностью программа отличается. То есть, все по-другому. Поначалу вот сейчас прошел только месяц, а мы все еще, как бы, повторяем все за девятый класс и некоторые начинаем уже за десятый. То есть, смешивается все. То есть, допустим, начинаем новую тему десятого класса, и там все равно попадается что-то с девятого класса. То есть, везде есть повторение, везде она дает нам какие-то задания для повторения, чтобы мы повторили, и после этого нам стало легче, либо, ну, кто не знал, выучил. Потому что многие есть, у которых совсем другая программа, допустим, в их странах. То они просто сначала это учат, ну, и после этого только начинают вот учить именно новую тему десятого класса. Судя по тому, что у тебя даже в субботу клуб по интересам – это спорт, то тебе это нравится. Расскажи, какое здесь есть оснащение спортивное? Здесь есть два зала, в которых ты можешь играть в футбол, в баскетбол, в волейбол. И есть снаружи поле футбольное. Там ты можешь, в принципе, не только играть в футбол, допустим, просто сидеть, общаться с людьми. Ну, так многие делают по вечерам. И еще есть бассейн, где ты можешь плавать там с определенного времени. Ну, за какое-то разрешение или просто захотел, пошел? Нет, просто захотел, пошел просто в определенное время, когда он открывается. И когда закрывается, ты должен, знаете, вот так. Бывают иногда тренировки там. Ну, то есть у нас есть, в нашей школе есть команды по футболу, по баскетболу, по волейболу. И по, так скажем, я даже не знаю, ну, они плавают на перегонке. Ты состоишь? Я хотел состоять в футбольной команде, но у меня была травма. То есть вот прям в тот день до этого я целую неделю тренировался. И прям вот буквально за дня 2-3 я получил травму ноги. И из-за этого я не смог поехать. У них целая неделя была трей-аут. Они каждый день тренировались, то есть показывали себя и после этого выбирали, кто будет, а кто нет. И в этот день, когда у них это все началось, то есть я не мог просто, я еле ходил, так сказать. То есть из-за этого я не смог попасть. Не случилось? Да. Но я думаю, в следующем терме у меня получится присоединиться в команду. Окей, а если кто-то приезжает и занимался в своей стране большим теннисом, хоккеем, конным спортом, здесь есть возможность продолжить обучаться? Я думаю, да, просто вот именно здесь, если ты хочешь в школьной команде быть, ты можешь как бы подать заявку, ходить на эти все тренировки. И тебя, если выберут, ты будешь в этой команде. Но ты можешь просто пойти в город, допустим, найти вот команду, которая тренируется, допустим, по хоккею. Вот каждый день у них, может, тренировки. Ты просто после этого должен сообщить об этом, то, что у тебя тренировки, допустим, если ты вдруг опоздаешь. Потому что у нас тем, кто ниже 17 лет, люди тем, кто ниже 17 лет, они имеют право возвращаться домой позже, чем 10 часов. То есть, если ты возвращаешься, даже если ты ровно в 10 или 10.01, ты не сможешь зайти в школу. А если и зайдешь, то только с, так скажем, детеншином. И после этого ты на выходных должен каждый час чекать. Чекаться, получается, подходить. Чекаться. Выхода в город. Школа находится в городе, буквально видно, даунтаун. Да, но ехать до даунтауна довольно-таки прилично. Ну, то есть, смотря на чем. Если на автобусе, то... Ну, я просто на автобусе не катаюсь. Я езжу всегда на Си-басс. Это получается... А вообще можно или нельзя? Да, конечно, можно. Но после школы, это понятное дело. И главное, чтобы ты вернулся в определенное количество времени. То есть, для ниже, кто 17 лет, это 10 часов. А кто старше или 17 же, то 11. Когда ты выезжаешь, ты где-то записываешься? Нет, у нас есть вот специальные ключи. Это ключ от комнаты, а это фоб. То есть, при каждом, допустим, если ты захочешь пойти, даже чтобы вызвать лифт, ты должен прислонить фоб. И только после этого ты сможешь его вызвать. То есть, когда ты вышел, то это школа, что школа знает. Да, школа знает. Ты просто прислоняешь, и все, и после этого ты можешь выходить спокойно. То есть, никто ничего не записывает, это все записывается автоматически. То есть, ты никогда не сможешь выйти со школы без фоба. То есть, в том смысле, что везде сидят всякие адвайзеры и смотрят за тобой. То есть, вот возле выхода всегда стоят люди, которые смотрят. Если ты не использовал фоб, они тебя возвращают, говорят, используй фоб, и только после этого выходи. Ну, ты когда за пределами школы кто-то должен знать, где ты, что ты? Нет. А если с тобой что-то происходит в городе? Ну, об этом я не знаю, потому что со мной ничего не происходило. И только если, я думаю, ты можешь находиться в даунтауне только до 10 часов. Ну, то есть, это твое время. Если вдруг на следующий день ты даже на следующий день не объявишься, возможно, уже, так скажем, включить какую-то тревогу, и уже начнут тебя искать, спрашивать, где ты был вчера. То есть, определенная свобода передвижения, в свободное время имеешь право выехать, но вернуться до 10 часов вечера. И главное еще, когда по выходным, в 10 часов вечера у нас керфью, это ты подходишь к... Это подходят только те люди, которым меньше 17 лет, то есть, ну, как и мне, мне 15, и ты подходишь, прислоняешь фоб, это значит, что ты в школе, то есть, то, что ты здесь. Если ты пропускаешь керфью, ты получаешь детеншин, и после этого ты сидишь на следующий день целый час, с самого утра ты сидишь в аудитории, делаешь свое домашнее, либо читаешь книги, то есть, телефону ничего нельзя править. То есть, здесь все очень строго. Даже за школьную форму, если ты, допустим, одел что-то другое, не одел, там, вот, допустим, длинные носки не одел, все, за это ты получаешь детеншин. Какое твое отношение к форме? Я знаю, что в украинской школе у тебя не было формы. Как ты относишься к форме здесь? Да, в принципе, нейтрально. Мне все устраивает, мне нравится наша форма. То есть, главное, что можно носить, вот, допустим, как это, или свитер же. Есть определенный выбор. Да, есть определенный выбор, но только когда у нас ансабли, то есть, какие-то очень важные мероприятия. Мы одеваем именно школьную форму, все одевают одинаково. То есть, это рубашка, пиджак и галстук. Это 100%. Да, мне Алекс рассказывал, что вас фотографировали вчера. Да, вчера, да. Красивое фото в форме с пиджаком. Окей, отлично. А это форма day to day. То есть, ты каждый день не можешь носить. То есть, когда нас предупреждают, мы должны 100% одеть. Если мы не одеваем, детеншин. Это самое частое слово нашего интервью. Наверное, потому что ты буквально, когда 1, 4 сентября, да, ты начал обучение? А, прилетел? Обучение. А, обучение. Нет, обучение у нас целую неделю, так скажем, до 9-го числа. У нас было просто знакомство со школой, то есть, всякие мероприятия. Вот, я к тому, что ты только недавно-недавно узнала о всех этих правилах, и поэтому они для тебя еще очень актуальны. Ну, да, конечно, они всегда будут для меня актуальными. То есть, я знаю каждое правило, что нельзя делать. То есть, здесь все очень строго. Тут не так, как в Украине, допустим, если ты на уроке сделал презентацию какую-то, каждая информация, с какого сайта ты взял, ты должен вставить линк. Если ты не вставляешь линк, 0 баллов, и ты получаешь warning. То есть, у тебя 3 предупреждения, и все, ты вылетаешь со школы. То есть, тут нет возможности списать, скачать чужую работу, плагиат. Да, если ты спишь, вот сегодня нам уже учитель показывал, как 2 человека в группе, они просто взяли, получается, она поняла по их нему райтингу, потому что пишут они совершенно по-другому. Там очень много незнакомых слов и непонятных. Она подумала, либо это, получается, с переводчика, либо же скачали. Она просто ввела тему, и просто ссылка 4 или 3, она просто переходит по этой ссылке, и это там просто такая же самая презентация. Они просто ее скачали, получили по 0 баллов, и по предупреждению каждый. То есть, еще 2 предупреждения не вылетают со школы. Понятно, то есть, здесь все серьезно, и нужно самостоятельно работать. Да, самостоятельно. Ну, вообще, здесь ты должен принимать во всем участие, во всем, полностью во всем. То есть, тебе это как в плюс идет. Вот, допустим, у нас 24-го числа, 24-го сентября был Терри Фокс Рани. Это человек, у него был рак ноги, ему, так скажем, ампутировали ногу, и он бегал по всей Канаде, пытался пробежать всю Канаду и собирал деньги на лечение рака. Через несколько, как я понял, недель узнали то, что, ну, ему очень стало плохо один раз, когда он бегал. И, получается, его забрали в больницу, и оказалось то, что рак, оказывается, уже прошел по всему телу, и, получается, это уже последняя стадия. И он собрал за, я не помню, сколько он пробежал, где-то 3000 километров. То есть, сам он каждый день бегал по 40 километров без одной ноги. То есть, вот у него просто вставили, как это называется, имплант? Протез. Протез, да, протез. И он бегал по 40 километров, и, получается, вот он собрал за все время 24 миллиона долларов на лечение рака, то есть, чтобы люди, докторам, так скажем, да. И после этого, через несколько дней он скончался от рака, и из-за этого теперь все 24-го числа бегают, вот мы бегали 2,5 километра, так скажем, в его память, то есть, все люди, кто, не знаю, хотел почтить его память, либо же, так скажем, пробежать за своих родственников, либо кто, вот они знают кого-то, кто умер от рака, они специально нам выдавали специальный стикер, ты писал на этом стикере имя этого человека, и, так скажем, ты бежал за него. Ну, вот так вот, то есть. Тебе понравилось участвовать в этом мероприятии? Я бы побежал, я участвую везде, потому что это очень огромный плюс для тебя, то есть, если ты участвуешь, тебе будет намного легче потом, то есть, тебя будут, так скажем, уважать, то есть, многие люди не пробежали, просто пошли по своим домам, и, ну, даже, я не знаю, но это очень странно, то есть, просто не посчитать их традицию, это их традиция, это очень важный день для них, то есть, даже те же учителя бегали, даже учителя бегали. Замечательно, что ты активно принимаешь во всем участие. Это отличный пример для всех. Давай успокоим родителей наших будущих студентов. Расскажи про питание в школе. Питание в школе довольно-таки хорошее. Оно разделяется на есть для вегетарианцев, есть для людей, которые едят, не вегетарианцы. И получается, есть выбор. То есть, если ты вегетарианец, есть для тебя специальная еда. То есть, эта еда не включает мясо с тебя. То есть, допустим, рис какой-нибудь. Что ты чаще выбираешь? Я? По-разному. Всегда по-разному. То есть, бывает, ты вегетарианскую еду ем. Ну, все пробую. Мама спокойна. Да, да, конечно. То есть, ты можешь за день поесть 4 раза. Ну, если вдруг тебе не будет этого хватать, ты можешь спросить, попросить о том, что, ну, вот, ты хочешь поесть. И ты можешь прийти на еще один раз и покушать. И на вечер оставляют всегда тарелки. То есть, тем, либо кому не хватило, либо кто еще хочет поесть, они всегда стоят. То есть, ты можешь подойти и просто взять и покушать. Я видела в резиденции, у вас есть холодильник. То есть, есть возможность еще и сходить в магазине, чтобы себе купить. Так часто многие делают, покупают всякие йогурты, молоко, что-то наподобие такого. Спасибо тебе большое за это интервью. Я понимаю, что прошло очень мало времени, чтобы у тебя было больше информации про академические успехи, про будущее, может быть, поступление в ВУЗ, про то, как ты выбираешь предметы. Но сейчас было очень информативно, было очень полезно. В любом случае, до новых встреч здесь же, я надеюсь.